Экономика, бизнес, финансы. Программа Экономика. Полномочия и деньги она нашла только тогда, когда ей объяснили, что неуплата уголовного штрафа в срок приводит к замене наказания на более строгое. А в Кирове мужчину, признанного виновным в служебном подлоге и даче взятки, помимо отправки в колонию, суд приговорил к штрафу в 600 тысяч рублей. Около 100 тысяч он выплатил благодаря тому, что работал в колонии. После освобождения платежи прекратились. Сумму в полмиллиона должник погасил после того, как приставы арестовали его имущество. Программа Экономика. Завершено конкурсное производство в отношении Белохолмницкого машстройзавода. В третью очередь в выплат были включены требования кредиторов в предприятие почти на 200 миллионов рублей. А за период конкурсного производства на счет должника поступило 25 миллионов, в том числе от реализации имущества. Требования кредиторов, неудовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. В Белой Холмнице производство остановлено в 2016 году. Возобновить его не получалось, даже несмотря на содействие региональных властей. Экономика. На 101 ФМ. КСП нашла нарушение в Кировском МФЦ. Ревизоры анализировали деятельность областного предприятия за первое полугодие 2021 года. К примеру, в Кирове превышен норматив численности населения на одно окно обслуживания. Более 5 тысяч человек на окно, а в чистых прудах, где живет более 40 тысяч человек, офиса МФЦ вообще нет, потому что не могут найти подходящее помещение. Контрольно-счетная палата также обнаружила списание долгов ответственных лиц по недостаточным товарно-материальных ценностям на полтора миллиона рублей. И отметила, что некоторым имуществом МФЦ вообще не пользуется. Результаты контрольного мероприятия направлены губернатору и в ОЗС. На завершение курсов валют на сегодня официальный доллар 71 рубль 24 копейки, евро стоит 82 рубля 73 копейки. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM